Каким образом, объединяясь и ставя себя в подобие с этой мыслью, мы достигаем бессмертия? А потому что сама мысль, она бессмертна. Мы проходим через состояние физические нашей материи, энергии, всего того, что создано было из точки, из которой взорвался весь этот наш мир, из состояния бинг-бэнк, из всего этого, мы выходим из этого состояния, мы поднимаемся над материей, мы поднимаемся именно над энергией, над информацией, над всем, мы поднимаемся к мысли. Но мысль сама по себе, мысль сама по себе, это энергия. Бехтерев называл ее мировой энергией, он был в этом прав? Это можно назвать ее, конечно. Нам надо как-то определиться в наших ощущениях. Да, но это не та энергия, о которой мы говорим. Это не материальная энергия. А что это за энергия? Мы говорим о мысли, которая... Это не наша мысль даже. Если уж мы говорим о чистой мысли, то это мысль, которая направлена на отдачу, а не на получение. То есть это противоположное всем нашим мыслям, всем нашим направлениям, намерениям. То есть здесь мы, когда пытаемся объединиться между собой и раскрыть для себя вот эту единую мысль, мы начинаем сталкиваться с раскрытием очень интересным того, что эта единая мысль, она обратна нам. Она действует на отдачу, на абсолютную отдачу. То есть она по своей природе, эта единая мысль, на которой держится вся энергия, материя, информация, вся природа, неживая, растительная, животный, человек, наш мир, вообще все, что только мы можем вообразить. Эта мысль, она сама по себе имеет абсолютную противоположную нам природу. Не получение, а отдачи. А мысли получения в нас откуда возникают? А специально эта мысль основная, то есть Творец, замысел, он и создал нас обратными себе для того, чтобы мы смогли его из нашего обратного состояния постичь. То есть мы могли бы своими свойствами обратными ему наложиться на него. То есть, в принципе, то, что вы говорите, все наши мысли, весь наш мир, мы открываем обратную сторону Творца? Обратную сторону Творца, совершенно верно. Поэтому и называется творение от слова «творить», то есть сотворить что-то внешнее от себя, противоположное. Так вот, эта мысль, она абсолютно альтруистична, та, которую мы называем Творец, а мы абсолютно эгоистичны, созданы этой мыслью в мысли получать, а не в мысли отдавать, как Он. Но и благодаря именно этому мы являемся нечто отличным от Него, существующими самостоятельно и могущими познать Его извне, наложиться на Него. Именно из этого различия? Именно благодаря этому различию. И поэтому мы приходим к состоянию, к такому, что существуем мы и Он, и мы можем достичь подобия с Ним, оставаясь противоположным Ему, по своей природе. Потому что природу нашу мы изменить не можем. Наша мысль остается эгоистичной, а наше намерение к ней использовать ее, мы учимся у Него, у этой мысли. Субтитры создавал DimaTorzok